Эта насосно-фильтровальная станция на Большеглушицком водохранилище была построена почти 50 лет назад. Время и коррозия систему не пощадила. Состояние аварийное. Станция обеспечивает водой 10 тысяч человек. При этом качество оставлять желать лучшего. Питьевой ее назвать нельзя. В настоящее время она пришла в полнейшую негодность и подачи чистой воды населению не получается. Нет возможности у насосной станции. Стоимость реконструкции станции порядка 200 миллионов рублей. Сам район такие траты позволить себе не может. Зато в рамках региональной составляющей федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» решаются как раз эти вопросы. Район подготовил документы, деньги были выделены. Первый этап начнется в этом году. Но первый этап не решит проблемы всей. Потому что на самом деле существует проблема номер два, которая находится у нас глубоко под землей. Это наши водопроводные трубы. Около 67 километров нужно заменить водопроводной сети. Водопроводные сети планируют поменять в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». По инициативе президента России Владимира Путина она была запущена в этом году. Заявка сейчас уже готовится. Есть результаты у района и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Раньше мусор зачастую выбрасывали на несанкционированные свалки. Но теперь все отходы региональный оператор вывозит на полигон. Для сбора на территории всего района установили контейнеры. У нас созданы площадки для сбора мусора. Необходимые контейнеры закуплены. То есть условия для сбора и переработки мусора, конечно, ведутся в этом направлении. По-настоящему ждут в районе и открытие культурно-оздоровительного центра. Его строительство из-за проблем с финансированием затянулось. Началось аж в 2006 году. На встрече с губернатором глава района рассказывает, сейчас комплекс полностью готов. Здесь будет ЗАГС, Дом детского творчества, библиотека, бассейн, тренажерный зал. Пропускная способность центра составит 1200 человек. Документации все подготовлено. Я думаю, что к 1 мая мы введем, ну, уже его были. Мы его протестировали, Дмитрий Игоревич. Что это значит? Ну, тестирование как бы. Мы в конце прошлого года провели, будем так говорить, экскурсию. Соответственно, мы показали, люди приходили, мы показали возможность этого зала. Давайте мы себе там май месяц не будем ставить, как там точку такую комфортную. Вот есть возможность ускорить процесс? Ускоряйте. Возможность, как выяснилось, есть. На встрече губернатора и глава района договорились запланировать открытие центра на 15 апреля. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии.